В джазе только девушки В студии «Ночное такси» записала, это было неделю назад, фильм-концерт «Новое и лучшее», а следующий наш музыкальный проект, который мы всегда тщательно готовим, который мы особенно любим, любим и как продюсеры, и очень тепло всегда откликается на аудиторию на этот музыкальный фильм. Этот фильм как раз и называется «В джазе только девушки», и в этом фильме Светлана Трухина примет участие. Мы будем снимать 18 октября в Санкт-Петербурге в музыкальном клубе «А2 Грин-концерт» 10 серию этой картины, и благодарим Светлану за то, что она дала согласие выступить со своим произведением в этом фильме-концерте. Светлана Трухина – певица, вокалистка, исполнительница классического репертуара, исполнительница эстрадного репертуара, романсов, фольклорный багаж у нее обширен. И мы благодарим за знакомство с этой замечательной исполнительницей наших друзей. Это дуэт Армен и Регина. С каждым из этих музыкантов студия «Ночное такси» сотрудничает очень давно. Армен и Регина составили сейчас творческий тандем. Вы этих музыкантов прекрасно знаете, они в студии нашей присутствовали. С Арменом Агнесяном Александр Фрумин множество записал музыкальных проектов. Армен Агнесян – талантливый петербургский композитор, аранжировщик, звукорежиссер, певец, инструменталист, саунд-продюсер. Армен Абаронова – экзотическая певица, которая много лет выступала в Испании, сейчас она живет в России. И вместе они представляют публике свои изысканные произведения, чувственные, очень красивые по музыке. И, кроме того, дуэт Армен и Регина в этом году придумал и осуществил интересный проект – фестиваль искусств «Март энд арт». Уже два таких фестиваля в Санкт-Петербурге состоялось. И как раз на одном из таких фестивалей мы со Светланой Трухиной и познакомились. А сегодня мы будем вас знакомить с творчеством и музыкой, которую Светлана Трухина исполняет. А пока, Светлана, слово вам для приветствия. – Добрый день, дорогие друзья. Рада очень, что меня пригласили сюда. Рада всех увидеть, услышать. Рада всем, кто меня видит в эфире, на Ютьюбе. Мои исполнения, мои произведения, кто слышит и лайкает. – И поддерживает ваше творчество. – И поддерживает мое творчество, да. Благодарна Армену и Регине за приглашение на их концерты. И в мартовском концерте я участвовала, и сейчас, который прошел 21 августа, я участвовала. Также моя благодарность директору и продюсеру Эльвире Фруминой, которая пригласила меня на эту студию. И я с радостью буду участвовать в октябре уже в этом 10-м концерте. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о творчестве Светланы Трухиной, о творчестве исполнительницы, вокалистки. Светлана влюблена в музыку, влюблена в пение, и она занимается вокалом профессионально, занимается с педагогами по вокалу. В ее творчестве были увлечения разными видами и техниками вокала. Светлана знает и увлечена фольклорными произведениями. Одно из ее увлечений как раз исполнение и изучение обрядового фольклора и славянских песен. Но больше всего Светлана любит классику, она тяготеет к академическому вокалу. Вот обо всем этом Светлана в программе расскажет, и мы просим ее начать. Вот, Светлана, как давно вы поете, и когда вы стали заниматься музыкой? Пою я давно, уже с 8 лет начала заниматься. Моя учительница пения в первом классе, класс был небольшой, 17 человек, но одну меня она отобрала тогда и сказала, тебе нужно заниматься. На правила меня тогда были дома пионеров и школьников, в районный дом пионеров и школьников, на энергетиков, это был Красногвардейского района, я и пошла заниматься. И там моя первая учительница, конечно, она тогда не могла все эти по-взрослому технике давать, она ребеночку объясняла, как там, куда холодок идет, куда там должны потоки воздуха идти. Все это нравилось, и мы понравились друг другу, она настолько деток принимала, особенно талантливых деток старалась развивать, вот, но потом мои родители получили квартиру в другом районе, и меня безжалостно увезли, и так больше не было. Эти занятия прерваны будут, да? Да, но прерваны, а в новом районе они не нашли такого вот, там была ДК, где был хор, только сольного пения не было, да. Но там я уже стала заниматься фортепиано, сольфиджио, уже первые мои занятия музыкой, вот именно были в этом ДК, Кировец, который у нас до сих пор существует в Кировском районе. Вот, ну, это вот моя была детская, так сказать, детское увлечение и детские занятия музыкой. Что касается дальнейшего продвижения, я уже стала выбирать профессию, и уже ближе там к восьмому, к девятому классу я поняла, что нужно как-то готовиться к поступлению, после восьмого не получилось, я стала поступать после десятого класса в училище Римского-Курсакова, и поскольку преподаватель у меня была, которая сама закончила... На вокальное отделение вы уже поступали? Нет, я поступала на хоровое дирижерское, поскольку моя... Я была ещё юным существом, мной руководили и мама, и педагог, и она сама закончила по хоровому дирижерскому, хоровой дирижерский отдел, это в училище и консерваторию закончила по дирижированию. Она меня направила туда. Ну, видимо, не судьба, мне не очень-то хотелось быть дирижером. Хотелось петь, да? Хотелось петь, но никто тогда не подсказал, что лучше бы идти на вокальное, лучше бы в мусорское, об этом я узнала гораздо позже. Вот. Но также мой настройщик был замечательный. Один у меня настройщик работал с самим Дунаевским, старшим Дунаевским. Да, писал свои произведения, там рассказывал какие-то моменты из совместной работы с ним. А второй настройщик работал когда-то вместе с Лен-концертом и был связан с артистами Лен-концерта. Но я училась тогда уже на третьем курсе техникума, физико-механического. Да. И мама моя, как всегда, у меня же своих средств нет, он посоветовал мне обратиться к педагогам, надо поплатить, позаниматься. А потом, говорит, я бы помог ее устроить Лен-концерт. Но опять же мама решила за меня, не сбивайтесь девочку со стенного пути, она уже тут почти диплом получает, а вы тут ее, где она тут будет петь потом? В переходах, тут вот эти 90-е грянули. В общем, так это все прервалось. Но крепкая профессия, плюс еще к профессиональным занятиям музыкой, это не всегда плохо. Да, на самом деле достаточно распространенное явление. У нас очень много физиков, математиков, чуть ли не ядерщиков поет на самом деле. Которые поют, и основной работой занимаются, и профессионально занимаются музыкой. Так что вот это ваш случай уже. Ну да, в принципе, у меня так и получилось. Ну, в принципе, я благодарна судьбе, там, всевышшим стилам, которые меня толканули замуж на рождение детей. У меня родилось подряд по годке двое детей, с которыми пришлось долго-долго-долго заниматься и выращивать их. Младший у меня тоже в детстве увлекался вокалом, я его отправила на пение насольное. Ну, потом, когда стал ломаться голос, что-то ему расхотелось заниматься. А я с его педагогом тоже уловила тогда случай, тоже с его педагогом стала заниматься. Ну, она больше эстраду преподавала, конечно. Вот, дальше я стала понимать, что у меня, получается, уже когда дети подросли, подросли были менее, там уже стали заканчивать, там я уже не нужна стала так активно. Можно было посвятить уже. Да, мне всё-таки, я не оставляла мысль о том, что своим любимым делом, мечтой детства своего, в общем-то, мечта детства. Потому что даже в 7 лет, когда я ещё пела, у нас в части в клубе, там, в траве сидел кузнечик и всё прочее, там уже... Вас воспринимали как актрису, как исполнитель? Ну, я не знаю, как это было. Ну, нравилось, во всяком случае, то, что вы исполняли. Да ещё и, ну, наверное, неплохо, но это даже по-детски не поставлено, там, понятно, фальцет, но всё равно, видимо, так настолько восторженно. Ну, там рядом, конечно, каких-то девочек ставили для поддержки, чтобы не так страшно было стоять на сцене, вот. Но пела, занималась. И вот я стала понимать, когда уже, что тяготею классики, я понимала, что надо где-то у кого-то брать уроки. Именно у профессиональных педагогов? У профессиональных, не профессиональных, во всяком случае, я понимала, что надо эти техники где-то брать, но даже поговорив с певцами... У опытных педагогов. Да, вот пиар-вечеринки у нас были такие, ТВ Шанс, Питер, в Москве они сейчас продолжаются, у нас по каким-то причинам прервались, но, видимо, не захотел человек продолжать там. Шоу-бизнес такой сложный, и не всегда он даёт денег, поэтому люди начинают там вроде бы что-то хотят, планируют, а потом уходят туда, где можно денег заработать, потому что здесь не всегда получается зарабатывание денег. Вот, и, видимо, она ушла по этому. Ну, мы там знакомились с артистами разного уровня, и там мог прийти любой человек, и какие-то там стихи прочитать, и свои песни петь, и каверы петь, и в том числе и с Москвой приезжали к нам. Какая интересная задумка. То есть, это вход свободный? То есть, все творчества люди могли там собраться? Ну, то, что свободный, ты оплачиваешь участие, я тебе даю качественную там с двух-трех камер сведённую видеозапись, там, да, фотографии профессиональные хорошего качества. А, то есть, ещё и себе это всё оставалось? Промо-материал, да. Да, потому что я понимаю, что портфолио-то тоже надо набирать, потому что сейчас, как мне уже объяснили, нет такого, что пришёл куда-то на студию, там, да, в агентство, да, по набору певцов, и давайте меня прослушивать. И сейчас все говорят, высылайте записи, и я понимала, что нужно где-то делать. Сейчас совместные песни же записывают вообще, не встречаются. То есть, вы уже начали, продолжили и заниматься с опытными педагогами по вокалу, и пробовать себя уже именно в таком сцене с работой? С педагогом не сразу, я стала искать, я стала спрашивать тех, которые вот у нас уже, Роман Иванов такой с Москвой приезжает, мы с ним уже сдружились, всё, он приезжал в Петербург не один раз, он говорит, ты знаешь, как сложно найти преподавателя нужного, который будет нужной технике, именно тебе нужной технике давать. Я, говорит, сам закончила, я имею образование уже именно, не только музыкальную школу. У меня осталось это образование без какой-то диплома, но на уровне музыкальной школы, поскольку частным образом, и начало училища. Вот начало училища, а за дирижирование это я получила от консерватористки, которая меня готовила, потом она там уехала за границу куда-то, всё. А у меня не получилось с поступлением, и пошла я по технической, в результате у меня физико-механический техникум и политехнический институт, который валяет этот диплом. Честно, ни дня не работала я инженером, но он у меня лежит. Самое главное, что всё-таки музыка, искусство, пение вас не отпустило, и вы продолжили реализовывать себя в этом направлении. Да, Светлана, а вы можете рассказать нам насчёт направления как раз? Мне интересно, как и когда вы для себя выбрали стилистику, в которую вы хотите петь? Потому что, я так понимаю, что, ну, просто вокалу, ну, просто вокалу, эстрадному вокалу значительно проще научиться с точки зрения подбора себе учителя. То есть у вас же была цель, я так понимаю, да, и вы вот к ней и шли. Цель была, но я же тоже пыталась понять, что я могу, что получается, какие каверы, каких артистов. Я слушала разных певиц, и, значит, тех, которые, в основном, таких старых наших, как Пугачёва, Ротару, там. То есть старая школа, Анна Герман, которую там муштровали часами, и их делали, им голос ставили. Это не так, что вот раз открыла рот и запела эстраду, и одна, и вторая, и третья. Нет, они учились, серьёзно учились. Я потом встречалась с людьми, я даже вот, когда волонтёрством занимаюсь, занимаюсь с людьми, которые уже давно отошли от, ну, такого широкого, да, выступления. Вот они в благотворительных концертах участвуют. Один из них пел когда-то, блин, концерте, он связан с артистами, он рассказывал, как там ставили голос той же Анне Герман. Там по пять часов её не выпускали, поэтому получилось вот Анне Герман. Ну, это серьёзный труд, потому что сделать голос инструментом певческим, это целое искусство. Но учиться им владеть, не представляю, что это такое. Но учиться им владеть, это очень серьёзное искусство. Ну, я предлагаю поставить произведение в исполнении Светланы Трухиной. Мы коснулись сейчас, прежде чем вот Аркадий его поставит, мы его объявим. Мы коснулись сейчас в разговоре ещё того, что Светлана исполняла произведение фольклорной традиции. И вот как раз первое произведение, которое прозвучит, может продемонстрировать, как Светлана в этом направлении работает, наверное, во многом. Ну, я бы сказала, что оно классическое всё-таки произведение. Оно классическое, но тем не менее. Наши композиторы, они же основывались на народном пении, на народной музыке, писав вот такие произведения. И сейчас прозвучит в исполнении Светланы Трухиной «Варяжская баллада» из оперы «Рагнеда» Александра Серова. Да, это русский композитор, который жил и работал в середине XIX века. Не только композитор, но и музыкальный критик, отец выдающегося художника, графика и живописца Валентина Серова. И такое мощное произведение почвенное, но он и задумывался таковым на сюжеты из древнерусской истории X века. И вообще этот сюжет очень распространённый был. Владимир и Рагнеда в истории русского искусства и русской живописи очень много он откликов получил. Картину такую мы помним, живописца нашего Антона Павла Челосянка. И как раз вот «Варяжская баллада» Рагнеда, одна из самых сильных номеров оперы, слушаем Светлана Трухина. Застонуло синее море, расходился грозный вал. Рад бросала, раскидала, в синем море дала дьи. Рагнед. 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 Застонуло синее море, Расходился грозный волн. Рог Володом рогли в море, Вызывает всех на бой. Рог Володом рогли в море, Вызывает всех на бой. Раздался могучий, Раздался могучий Зол. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «В джазе только девушки». Напоминаю, сегодня в гостях у нас Светлана Трухина. И, честно говоря, я под большим впечатлением, под... Мощное произведение. Очень мощно. И я, ну, как больше с технической точки зрения, я вот смотрел себе на пульт. Очень-очень всё ровно, очень-очень-очень классно всё сделано. И спета, конечно, феноменально. И самое главное, что мощный женский характер Рогнеды с Светланей Трухиной своим исполнением удалось передать. И впечатляет победный клич в финале. Ну, я как профан вообще в классике, да. С тобой полностью согласен. Этот клич, на самом деле, должен был быть где-то потерялся, видимо, в аудиозаписи. В середине, после первого куплета тоже она даёт. И я где-то в аудиозаписи потерялся. Остаётся... На видео присутствует. Остаётся добавить, что именно с этим произведением Светлана Трухина в прошлом году стала лауреатом первой степени в номинации вокала в международном конкурсе «Единственные мы сильны», который проходил в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу». Светлана, и вот разговаривая о вас, разговаривая о тех произведениях, которые вы исполняете, вот фольклорная традиция вам близка. Кстати, интересно, что это не русская народная песня, а глубина фольклора Светланы идёт. То есть обрядовая песня, славянская древняя песня, аутентичные произведения. Можно, да? Я вот про обрядовость не понял. Для меня это... Знаете, у нас есть мультики такие, они сделаны, ну, лет 10 назад, наверное. Там про варягов, про наших, про там... Есть хорошие, да, такие мультфильмы. Вот, мельница, по-моему, их делала, и для меня обрядовость – это вот сугубо язычество. И я вот, я ещё раз повторюсь, я полный профан в классике, в такого рода жанре. И для меня это всё впервые. И в музыкальных пластах, да? Да, и мне очень интересно, вы можете мне вот как маленькому ребёнку, вот в первый класс я пришёл, расскажите мне, пожалуйста, что это такое? Что вам нравится, что вы выбираете, если говорить о фольклорных произведениях, что вы выбираете, какие вещи исполняются? Я не хочу вас заниматься аутентичными песнями, потому что это мне близко по вере. Вот, я же на самом деле не христианка, я же славянка. Слышали такое, да, неоязычество, а родноверие. Вот, и я пришла к нему, уже 11 год занимаюсь этим. Мне не нравятся названия, на самом деле это неправильные язычники. Ибо в переводе языцы – это иностранцы, то есть те, которые пришлые племена на Руси. На Руси были пришлые племена, да, которые, там, кровавые жертвоприношения. К славянам, к славяно-арийским племенам это не имеет никакого отношения. Никогда славяне не делали кровавых жертвоприношений, только там зёрнышки, грибочки, оладушки, там, такое всё, да. И вот именно эту культуру я стала изучать уже с конца 10-го года, нашу, древнюю. Архаичную. И если говорить о музыке всё-таки, вот какие произведения вы выбираете? Что нравится исполнять? Выбираю. Это же целый пласт огромный. Этот пласт огромный, да. Я не знаю, заклички там обрядовые, календарные песни, песни хороводные, прессовые и так далее. И с хороводами, и именно мы со своим руководителем, да, которая, есть у нас такая замечательная Галина Зареницкая, ансамбль Зареница, была её младшая группа. Я входила в младший состав, ладушки, который распался, теперь кто-то перешёл в Зареницу, кто-то уехал. Я стала заниматься уже серьёзно, там, академий вокалом, всё. Но я поизучала несколько лет у неё, с ними была в ансамбле, ездила с ними на обрядовые праздники, в том числе исполняли. Она эти песни записывала у той, которая по бабушкам ездила в различных областях. И собирала фольклор, да? Да, и собирала фольклор. Я когда закончила, вернее, сама она, по-моему, не заканчивала ничего, закончила вот это вот её преподаватель. Она закончила по народным вот этим песням, Институт культуры, по-моему, даже наш петербургский. Она говорит, я поняла, что там ничего нет народного, там всё уже новодельное, всё это эстрадно-народное, скажем так. И я поехала, говорит, собирать у бабушек. И там, говорит, попробуй ты там, допустим, на купалу спроси, чтобы тебе спели масленичную песню. Они сказали, всё, время прошло. Нельзя сейчас петь заклички весенние, нельзя петь масленичную. Это всё работа, это всё энергетика, это работа с природой, с силами природы. Когда на масленицу закликают, а масленицу, если вы знаете, наверное, что, а может, и не знаете, что их было как минимум три на Руси. Я, честно, не в курсе. Вот, и первая масленица была где-то ещё зимой, там, в феврале, называлась она Камаедица. Почему Камаедица? Потому что комами называли мишек. А мишки начинали просыпаться, они голодные ходили, чествовали медведей, их подкармливали. И когда делали обряд, блин обязательно, там, оставляли немножечко, там, на алтарной горке или, там, в лесу ещё, там, на пенёчках, чтобы мишки могли покушать. И поэтому вот это, на самом деле, поговорка... Как мило. На самом деле, это поговорка «Первый блин комом» не потому, что он на сковородке свалялся, а «Первый блин комом». Комы, мишки, потому что они впадают в кому, в зимнюю спячку. Хозяин леса – ком. И первый блин – ком, потому что он хозяин леса. Второй – знакомым, третий – родне, четвёртый – мне. Вот такая поговорка. Светлана, а вот те фольклорные песни, фольклорные произведения, которые вы знали, которые вы изучали, вам удавалось или удаётся включать в свои выступления, если да, то где? Где вы можете их исполнять? И исполняете ли вы их сейчас? Ну, вот как раз-таки сейчас вот зимой, даже прошлой осенью я познакомилась с певицей Мариинского театра, но она так не в основном составе, но там работает, не знаю, до сих пор ли работает, но она делает свои проекты концертных вариантов опер. 6 ноября прозвучал концертный вариант оперы Евгения Онегин на сцене «Бокация Буревестник», и сейчас она планирует именно... Вы можете сказать её имя, мы абсолютно не шураемся, вы говорите, где записываетесь, у кого, как зовут. Автор проекта Евгения Капитонова, да, она певица Мариинского театра, входит в какой-то там ансамбль, по-моему, состав ансамбля Мариинского театра. И вот эти концертные варианты опер она ставит на сцену Петербурга. Да, она, значит, задумала, это первая вот у неё Евгения Онегина, вторая у неё была задумка сделать «Снегурочку». Она мне ещё осенью узнала о том, что о моих увлечениях вот этими обрядовыми, фольклорными песнями. Славянскими песнями. Аутентичными, да. Она говорит, вот, давай сделаем фишку, что мы сделаем не совсем по-римскому курсу, Снегурочку, а будем делать вставки фольклорные туда. И вот как раз-таки сейчас вот я... То есть это применение нашло практически... Да, да. Вы стали изюминкой программы. Да, я сейчас... Насколько сейчас вот мы сделали первую свадебную, да, песню, песню свадебного обряда. Ну, когда мисс Гирь приезжает свататься к Купаве, да, будет она звучать как раз. Вот. Ну, к сожалению, пока не могу... Я хлопаю глазами, и всё ещё в классике ноль. Винский язык, Снегурочка. Всё ещё ноль. Ну, Снегурочку, наверное, слышали. Смотрели мультфильм «Снегурочка». Наверное. Ну, я знаю, Дед Мороз, Снегурочка. Дед Мороз, весна, там, да, мама весна, папа у неё Дед Мороз. Снегурочку, Купава, Мисгири, Царь Бериндей и Себериндей. Ой-ой-ой, не-не-не-не. И Себериндей. И вот там она как раз-таки ария Снегурочки-то с подружками по ягоду ходить. Звучит в мультфильме. Все детки могут даже прослушать эту арию, поэтому ничего там нет такого сложного. Очень стыдно. Давайте послушаем следующую песню, на самом деле. А эти, значит, будут ставки, ну, правда, немножко к современному. Между классикой и между фольклором будет звучать музыка, аранжировки к этим песням. Ну, сейчас поставим следующее произведение. Вот мы со Светланой как раз обсуждаем, что, да, фольклорная традиция, классический репертуар. Понятно, что обращение к каждому из направлений, оно требует и различных техник. Это разные пласты музыкальной культуры, с одной стороны. С другой стороны, и всегда точки соприкосновения есть. И исполнитель, который владеет различными видами вокала, и, собственно говоря, с точки зрения репертуара, может позволить себе привлечение каких-то разных, да, произведений уже и на эстраду, и в концерты, и в выступлениях. И, конечно, собственно говоря, если об операх говорить, то в исторических операх там же тоже разные характеры. И умение фольклорный материал пропеть тоже, конечно, исполнителю-артисту всегда помогает. А наше следующее произведение, оно тоже, которое прозвучит сейчас в программе в исполнении Светланы Трухиной, это «Ариоза Кумы» из оперы Петра Ильича Чайковского «Чародейка». Историческая тоже опера, эпатажная несколько, вот, такая интересная. Ну, тоже с народными мотивами. С народными мотивами, да, действие происходит в Нижнем Новгороде в конце XV века. Кума – главная героиня, и Ариоза обращена к её возлюбленному, княжичу Юрию. Слушаем. Песня «Ариоза Кумы» 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 Надо сказать, что Светлана Трухина активно участвует в различных фестивалях, в различных конкурсах. Мы уже упомянули, что она заняла первое место в конкурсе «В единстве мы сильные». Также Светлана является лауреатом фестиваля «Изысканный шансон», «Истинный шансон» и выступала на фестивале «Мартен Дарт» в марте этого года в концертном зале «Легенда». Фестиваль этот проводили Армен и Регина. Вы же в этом же фестивале исполнили ещё одно классическое произведение, выходную «Арию Теодоры» из оперета Имра Кальмана «Принцесса цирка». Мы это произведение поставим сейчас, поставим в этой программе. Но вот если говорить о вашем сотрудничестве с дуэтом Арменом, с дуэтом Армена и Регины, о вашем сотрудничестве с Арменом Аганесяном как аранжировщиком, вот что вы можете рассказать об этом? Армен создаёт минусовые фонограммы для ваших выступлений. В какой части вы сотрудничаете с ним и какие планы, перспективы у вас в дальнейшее сотрудничество с этими замечательными музыкантами? С Арменом мы записали первую фонограмму для песни Анны Герман «Белый конь», которая на итальянском языке поётся. Она сама сочинила и стихи, и музыку, и не было аранжировки к этой песне, потому что Анна Герман умерла в 1982 году, и больше никто как-то не брался за эту песню. Песня очень хорошая, красивая, и звучание, и голос. Конечно, я и не берусь, и мне не повторить её неповторимый голос, но и каждый певец должен иметь всё равно свою индивидуальность, хотя многие отмечают, что очень похожа на Анну Герман, но всё равно я не настолько, не повторю её. И я обратилась к Армену, мне хотелось, чтобы песня эта жила. Услышат её родные, не услышат там где-то, может быть, долетит до них. Но мы оживили за Арменом эту песню «Белый конь», каковала Бьянка. Дальше мы с ним, поскольку уже была написана Варяжская баллада, была аранжировка, мы с ним готовились к снятию клипа по Варяжской балладе. И осенью прошлого года он, как режиссёр клипа, впервые выступал. Говорит, давай я попробую снимать. И тем более тут такая историческая тема, в костюме всё это было. Сняли с ним клип на Варяжскую балладу. Кстати, и благодаря клипу, и благодаря исполнению этого произведения на фестивале 12 июня, на «Салют Россия» я завоевала ещё диплом один, получила гран-при именно за Варяжскую балладу. Ну, надо сказать, что и Армен, и Регина, они профессиональные музыканты, и поэтому они очень бережно относятся к творчеству других артистов. И они очень внимательно подходят к замыслам своих коллег и умеют раскрыть и показать дарование тех музыкантов, которые обращаются к ним, которые с ними сотрудничают. Да, мне нравится то, что Армен владеет так же вот этими всеми видами. Дальний вид, ближний вид, средний план там. И он это потом всё очень компонует, и всё получается красивее. То есть вы работаете, значит, с Арменом не только как с аранжировщиком, но ещё и как с автором клипов, и он помогает вам ещё и в этом творческом направлении. Армен не пристаёт нас удивлять своими талантами, на самом деле. Светлана, а какое произведение мы поставим сейчас? Ну, какое вы считаете? Ну, наверное, я думаю, стоит поставить произведения, с которых я начинала. Я очень любила Кальмана, и первые произведения классического репертуара именно были Кальмана, и Сильва, и Теодора. Ну, у нас сейчас есть фонограмма, поскольку Теодора, я думаю, можно её послушать. И так звучит выходная ария Теодора. Теодора из опереты Имра Кальмана в исполнении Светланы Трухиной. Принцесса цирка. Да, из опереты «Принцесса цирка». Теодора из опереты Имра Кальмана в исполнении Светланы Трухиной. Теодора из опереты Имра Кальмана в исполнении Светланы Трухиной. Теодора из опереты Имра Кальмана в исполнении Светланы Трухиной. Теодора из опереты Имра Кальмана в исполнении Светланы Трухиной. Теодора из опереты Имра Кальмана в исполнении Светланы Трухиной. ПЕСНЯ 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 Ну, этот термин для меня тоже не очень известный. Как можно, обладая таким вокалом, разговаривать с нами на одном языке? Ну, то есть, мне кажется, что когда вы можете так петь, то у вас уже голос меняется раз и навсегда. Расскажите, как этого чуда удается достичь, как вам педагог, а что это помогает? Я познакомилась со своим педагогом, я же искала педагога. Это чудо, действительно, просто чудо. Потому что классику петь без техник просто невозможно. Она, когда услышала меня впервые, она говорит, ну, как ты можешь петь классику? Ты же техник не знаешь, надо дыхание ставить, там, гордань, там, все это, все это, различные практики, там, там зажимы убираем. Там даже вот спина, если зажата, вы уже не споете, вы наверха не выйдете. Там даже упражнения вот эти вот для спины, для всего, вот, просто вот, физкультурой делаешь. Обалдеть. Ну, это сложный труд, конечно. Да, если ты будешь зажата, пережата, ничего не выпустится. И искусство. А это должно быть часть. То есть перед концертом кастаопат. Ну, можно, да, можно и делать и остеопатию, можно делать и массаж спины. Можно просто поделать зарядку. И обязательно, обязательно верха все должны быть зарядкой. Вот здесь вот все, вот дыхалку ты держишь, здесь все напряжено. А здесь все свободно. И в техническом плане, ну и, конечно, с точки зрения образа. Горта неоткрытая. Невероятно. Просто невероятно. И вот мне повезло, мне в 2018 году меня познакомили, моя кума меня познакомила с преподавателем. Она по диплому теоретик. Она могла бы, наверное, уже и не знаю, там, загребать лопатой, если бы она брала и выпускала певик. Я говорю, тебе бы цены не было, ты можешь работать. Она говорит, кто же меня возьмет с дипломом теоретика? Она теоретик по церковной... Без бумажки, ты букашка. Это у нас есть такое, да. Это замечательная женщина, Юлия Гундарова. Я не побоюсь назвать ее в эфире. Она встретилась со мной. Она вначале думала, что я немножко попою, да, отстану от нее. Я не отстаю до сих пор. В прошлом году она серьезно как-то приболела. Не то, что там коронавирус, а что-то там. Мы прервали почти на полгода. Я занималась по записям. Я не отпускала это все. Я занималась по записям, продолжала. Она говорит, хочешь ищи себе другого преподавателя, я пока не могу. Я говорю, нет, я буду ждать тебя, потому что я знаю, что ты умеешь. Ты видишь все мои диагнозы, ты знаешь, как их лечить, какими упражнениями, какими там. Ты знаешь навыки вокала. Она занималась, она брала уроки у разных певиц. И тоже по кусочкам, по кусочкам. И сейчас она где-то в интернете, где-то приехал итальянский какой-то певец, преподаватель. Она у него техники берет. И потом она своим ученикам там... Передают эту учебу. Да, у нее есть самородок. Немного, да. Светлана, а вот если говорить о том, как вы формируете репертуар, вы советуетесь со своим педагогом? Чем вы... или вы сами решаете для себя, что вы будете исполнять? Чем вы руководствуетесь при выборе произведений для исполнения? И если говорить о любимой вами классике, то какие арии вам нравится исполнять больше всего? Какие композиторы для вас любимые? На чем вы работаете сейчас, а что бы вы хотели исполнить в дальнейшем? Какие цели вы для себя ставите? И есть ли что-то, на что вы, допустим, боитесь замахнуться? Ну, боитесь. Нет такого, наверное, понятия для певцов. Мы всегда ставим себе цели. У каждой певицы, всё-таки я сейчас прислушиваюсь к академистам, к профессионалам, есть свой определённый диапазон, свой голосовой аппарат, и нельзя петь всё подряд, потому что можно голос сломать. Я там, да, замахивалась, она говорит, вот, например, сейчас я готовлю джейдор. То есть вы с педагогом советуетесь, да, когда определяетесь репертуаром? Советуюсь, если она говорит, что, например, там, разина, это сложно. Можно петь песню и реально перестать разговаривать? Или перестать петь? Можно не спеть арио. Можно, пока ты её учишь, сорвать голос. И можно его не вернуть. Понимаете? Поэтому здесь надо... Мы же перед тем, как начать петь произведение на уроке, мы распиваемся, распиваемся до той теситуры, даже чуть-чуть больше захват идёт. Если это сверху, если это сопранова, значит, мы берём захват сверху, чтобы нам дойти до этого легко, чтобы не без подъезда, как они говорят. Но нота должна браться сверху. Дорогие друзья, хлопаю глазами и делаю вид, что всё понял. Если это идёт вниз, значит, мы распиваемся в нижние регистры. Тоже, чтобы было беспро... Но тоже не... Если она видит, что так, всё, хватит, ты не мучай, нельзя голос насиловать. Иначе он просто в один прекрасный момент не выдаст тебе то, что нужно, и даже сломается. А ваши любимые арии, композиторы, Светлана, то, что в репертуаре уже есть, и то, к чему вы возвращаетесь? Я всё-таки хотела бы, конечно, разных композиторов произведений брать. Но я сейчас прихожу к тому, что всё-таки... Мне когда спрашивают, какое сопрано, какое сопрано, лирическое, я пришла к выводу, что, скорее всего, лирика драматическая. Потому что всё-таки и Кума, и Джильда, которую я сейчас буду исполнять, 18-го к тебе, это всё-таки драматика, уже там всё печально заканчивается. То есть не в чистом виде лирическое сопрано, а с драматическими. Да, и драматические, и лирические произведения. Но в будущем хотелось бы, конечно, замахнуться на Россине. Сейчас, как моя Юлия сказала, она говорит, или пить хорошо, или пока не брать. Готовиться в же Россине нужно готовить. И не каждая певица даже уже действующая, международного уровня. Берю, даже вот она нет репко знаменитая, я не слышала, чтобы она пила о России что-то. Видимо, не её репертуар. Поэтому, ну, это пока, как говорится, в будущем. Я надеюсь, что я всё-таки добьюсь этого. Там специальные распевки для России не существуют. Это не те, которые для других. Сейчас я больше в Эрде, вот сейчас Джильда будет звучать, 18-го октября. То есть вы исполните Арию Джильды из Регалета. Из Регалета и Эрде, как раз в фильме-концерте «Джази только девушки». Это анонс, дорогие друзья. Завтрашние новости сегодня, как всегда. Вот как прав был Александр Фрумин, что придумал эту программу «Джази только девушки». Надо сказать, ведь он студию свою создал, в первую очередь, для записи и продвижения артистов шансона. Но очень скоро стал работать уже в широком музыкальном поле. И у нас было очень много разных проектов. И «Рок волна», и тематических проектов, в которых различные музыкальные направления, стили музыкальные присутствовали. Но «Джази только девушки» был действительно один из любимых фильмов. Потому что Александру очень хотелось, чтобы талантливые исполнительницы, вокалистки, певицы, которые выступают в составе коллективов, женские дуэты, сольные выступления, сольные номера. Самых разных направлений и стилей музыкальных звучали в этом фильме. И за годы записи на видео этой музыкальной программы мы записывали исполнительниц, которые исполняли и рок. Произведения тоже и фольклорные были, и, конечно, джаз, и, конечно, исполнительницы «Городской романс» исполняли в этом фильме «Шансон». Но вот певицу, которая представит произведение «Академическое», которая запишет арию оперную, мы будем представлять впервые. И арию в фильме «Джази только девушки» Светлана исполнит впервые в фильме-концерте 18 октября. Значит, я буду пионеркой. Да, для нашей программы вы тоже будете изюмингами. Понятно. Я попрошу вас, на самом деле, у нас осталось не так много времени, у нас еще есть целых две композиции, и сейчас бы я хотел, чтобы мы немножко уделили времени такой, скажем, технической информации. Соответственно, мы всегда стараемся нашей публике, зрителям, слушателям донести как можно больше информации, соответственно, о наших гостях. Поэтому я попрошу вас, как можно на вас выйти. Конечно, дорогие друзья, если вы смотрите и слушаете нашу программу, естественно, вы можете через нас обратиться к Светлане Турхиной. Но, однако, вот кто-то будет не очень, может быть, внимательно смотреть на ютубе эфир, откроет там комментарий, а там раз и ссылочки. А ссылочки на что? Есть ли у вас там инстаграм, группа вконтакте или в одноклассниках, или, может быть, личная страница, почта, сайт, номер телефона, что угодно. В интернете, наверное, лучше не оставлять, на самом деле, лучше почта. Звонками, да, почта есть, есть, ВКонтакт. Инстаграма нет, не ставлю пока. То есть Светлана Трухина можно найти по ее странице ВКонтакте и добавить к ней в друзья. Я не одна, Светлана Трухина, да, в Петербурге, но по моему изображению у меня там на аватарке стоит фотография, которую можно узнать. Ну, конечно, вы можете прочитать релизы на наших сайтах и еще более внимательно ознакомиться с Светланой Трухиной. А сейчас я бы хотел поставить песню. Ой, нельзя, можно назвать эту песню? Я просто... Ты ведешь речь о произведении «Белый конь»? Да. Это песня, да, это песня Анны Герман, которая была оживлена мною и Арменом Агнисяном, который аранжировку написал к этой песне. То есть не только Арии из оперы «Оперед», не только классический репертуар, но есть и эстрада в репертуаре Светланы Трухиной. Слушаем. Я облегчаю вам работу. КОНЕЦ 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 Дорогие друзья, мы тут немножко в суматохе последние пару минут эфира. Я тут, в общем, для себя начал вопросы задавать Светланы, мне стало интересно. Тут ворвался Петр, наш следующий гость, и вообще... Времени осталось совсем немного. Давайте подведем, наверное, итог сегодняшней программы. Я, честно... У нас еще есть еще одно произведение. Да, мы будем им прощаться. Мы чуть попозже. Я хочу свои впечатления рассказать. Я, извините за тавтологию, под большим впечатлением. Это очень для меня необычный эфир сегодня вышел, на самом деле. Очень красивая музыка, очень красивые. Я боюсь вот сейчас неправильные термины использовать. Поправьте меня, если что. Голос просто... Аркадий, я хочу напомнить... А сколько работать над этим голосом? Это колоссальный вообще ужас. Я не знаю, как это пережить. В фильме «Джази только девушки»... Извини, Аркаш, я перебиваю. В фильме «Джази только девушки» Ария у нас прозвучит впервые. Но вообще с оперными певицами мы работали уже. В частности, вот для Галины Ясной на студии «Ночной такси» Александр Фрумин записывал альбом. Правда, это был альбом романса, потому что она тоже была певицей академического вокала. Она так же, как и вы, работала, естественно, и могла исполнить эстрадное произведение, и пела романсы. И целый фильм-концерт, её выступление сопровождал симфонический оркестр, Александр Фрумин записал на видео. Живой симфонический оркестр. Живой симфонический оркестр, все инструменты были подсоединены к пульту, существовало сведение сразу всех инструментов на площадке. Очень удачный был проект, и сама Галина Ясная выступала также в программе «Шансона». Так же, вот как вы выходите на сцены различных фестивалей «Шансона». У нас тоже такой опыт. Вера, скажи, у нас есть эта запись на канале? Да, эта программа, спасибо за вопрос, эта программа, которая была посвящена десятилетию как раз выхода в эфир программы Александра Фрумина «Ночное такси». Был большой концерт БКЗ «Октябрьский», в нём принимали участие шансонье, в частности Александр Замбаум, братья Жемчужины, Владимир Черников. И не только они, вот Галина Ясная как раз классическую линию представляла на этом концерте и исполняла романс. Ну, там интересно, это было всё обыграно немножко так. Это был 2004 год. Вот, представляете, сколько у нас не было классического академического вокала. Можно скажу пару слов про шансон произыска? Через него всё это стало продвигаться. То есть вы тоже нашли свою дорогу для выступления и на сценах, причём с классическими произведениями, в том числе и на сценах фестивалей шансона? Да, через фестиваль «Зисканный шансон» автор проекта Ольга Воронцова пригласил меня. Я у неё в конкурсах участвовала. Конечно, в конкурсах у них нет номинации академого вокала, но на галоконцертах я выходила и пела. Ту же «Русалку» дворжика и «Штрауса» пела, «Летучая мышь», «Ария» у них звучала. И когда завистливые голоса шептались за спиной, а что она тут делает? На шансоне. Да, на шансоне. Это-то что тут делает? А Ольга потом стала на этих всех критических замечаний отвечать, что, во-первых, друзья, шансон в переводе с французского означает просто на песня. Какая песня, неважно какая. А во-вторых, говорит, она продолжает традицию начала XX века, традицию Шаляпина, Лемешева и так далее. То есть когда «Арии» звучали на эстраде. Поэтому мы решили с Ольгой Воронцовой продолжать эту традицию. Потому что не все в состоянии пойти в театр Мариинский и Михайлович. И по 4 часа отсидеть. Мало того, что по 4 часа, ну по 3 часа даже есть опера. Но 3-4 тысячи за билет отдать, высидеть всю эту оперу, особенно когда человек не привык, не занимался никогда, не в классике. А когда кусочек, фрагмент, да еще я выхожу в костюме, я для своего произведения готовлюсь, готовлю костюм. Да, это всегда очень тщательно. И там люди так впечатляются, там все перестают жевать, разговаривать, болтать. Мне рассказывали те, которые в зале сидели, когда я выхожу. Они открывают рот и слушают, и спрашивают, а где ее можно послушать? Вы знаете, я потом вот после этих отзывов так приятно, что все-таки люди меня, оказывается, слушали, а не чавкали, не разговаривали. Ну, ваш вокал захватывает. Я бы тоже перестала, честно вам скажу. Светлана, а вот мы сейчас говорили о том, что оперные певицы и певцы часто обращаются к эстрадному репертуару, но и к романсам в том числе. Вот в вашем репертуаре романсы есть? Есть, конечно, да. И вот один из них, я думаю, стоит сейчас поставить. Этот романс посвящен замечательной женщине русской, тоже певице, Прасковье Ковалевой-Жемчуговой, которая, как известно, стала все-таки женой. Графа Шереметьева. Графа Шереметьева, да. Так классно, что вы можете поддержать друг друга в этом разговоре, я не могу. Пошел на подлог ради любимой женщины, пошел, папа подкупил местного, чтобы тот подделал документы о якобы дворянском происхождении Прасковье Ивановне, и они поженились. Как страсти. Такая история любви. Дорогие друзья, дорогие гости сегодняшней программы. Светлана, назовите, пожалуйста, произведение сами. Романс называется «Я хочу быть любимой тобой». Из кинофильма графини Шереметьева. Замечательно. На самом деле у нас осталось чуть больше четырех минут, а песня «Романс» длится четыре минуты, поэтому очень быстро прошу вас попрощаться с нашими гостями, с нашими слушателями, зрителями, потому что времени у нас совсем не осталось. Мы приглашаем вас заранее еще к нам на эфир, мы хотим больше послушать вас, больше поговорить. И благодарим за этот эфир, за эту встречу, за эту программу и за ваше исполнение. Я сейчас с фоном тихо включу «Романс», а вы прошу спонтанное пожелание слушателям и зрителям, потому что эфир пройдет, а запись останется на YouTube-канале, и люди смогут смотреть ее всегда, пока существует интернет. В общем, да. Прошу вас, Светлана, пожалуйста. — Благодарю еще раз за приглашение, Эльвира, Александр... — Аркадий. — Аркадий, извините. — Александрович. — Александрович, да. Благодарю всех, кто слышит меня сейчас и надеюсь, что услышат еще больше. Публики станут приходящие. Приходите на концерты на наши. Приходите 25 сентября в ДКЦ «Буревестник» на Подвойского. Там будет звучать концертный вариант «Снегурочки», в котором я тоже буду участвовать. Одно из ролей, один из персонажей моих будет интересных, с фольклорными номерами. Ну и остальные смотрите анонсы концертов, где я буду участвовать. Мне очень будет приятно всех видеть вас, исполнять для вас, потому что мы, певцы, певицы, существуем для публики, прежде всего для публики. И моя задача именно работать голосом, именно тормошить ваши души. Почему я взяла классику? Потому что там богоизбранные люди писали эти произведения и писали для того, чтобы тормошить именно души к созиданию, к творчеству, к чему-то хорошему, к доброму. Именно поэтому такой репертуар преобладает у меня. Спасибо большое. Спасибо, Светлана. Светлана Трухина, программа «В джазе только девушки», услышимся на волнах шансона. Всего вам доброго. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В джазе только девушки.